Парни, всем салют! Мы движемся в гараж. Апелька эксплуатирую. Сегодня мы продолжим заниматься его ремонтом, продолжим заниматься его совершенствованием каким-то. Без этого никак. Машина все-таки старенькая и требует определенного внимания. Вчера мы с Лешей сделали печку. Заменили... Ну как заменили? Там щетки, моторчик. Оказалось, что здесь моторчик печки один в один, как в автобусе Богдан. Только в Богдане моторчик 24-х вольтовый. Это единственная разница, которая есть. А реально вот то же самое все. Поэтому, ну, хорошая новость была, то что мы нашли щеткодержатель, там щеткодержатель развалился в нашей печке. В общем-то, нам повезло. Также вчера было установлено магнитола, но штатная вообще не работала. Ну, мы вкинули вот такую обычную китайскую магнитолу. Это, кстати, магнитола с Passat, который теперь в виде заворот. Вот. Ну, а так пока что вроде все нормально, все работает. Вот такие новости. Ну, посмотрим, что будет дальше. Сегодня нам приедет на пелька резина, ее тоже нужно будет перекинуть. Движемся в гараж и приступаем к работе. Друзья, у нас движуха в гараже. Сейчас нам нужно выгнать шишигу. И на шишиге нужно будет затолкать наш новый проект в бокс. Потому что передают морозы, снега. Но перед этим там навести порядок. Здесь у нас готовятся ворота. Завтра должны бы их установить. Так что тоже хорошая новость. Леша уже прогревает шишигу. Сейчас поедем. Кировец стоит, лопата не упала. Странно ведет себя. То падает, то не падает. Давай, Леш, выезжай. Зачем стекло тебе? Так есть, я ж махать буду. А то сейчас точно бенз закончится. Нам нужно выехать самое главное. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай, давай! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отлично! Так, сейчас нам нужно переволоть пассата. Убрать его отсюда. Друзья, у вас были такие санки в детстве? Это самые дорогие санки, которые бывают. Леша, поехали! Туда! Туда, за забор! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Надеюсь, он стянет. Держитесь, друзья! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, формальные санки, жестковатые. Но я думаю, в детстве такие же они были. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Шишига, это, конечно, отдельная тема. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Машинка классная. Вот так погонять. Вообще, то, что надо. Холодная она еще, холодная. На улице холодная и долго прогревается. Все, сейчас пойдем наведем порядочек и будем перетаскивать наш аппарат. Друзья, заталкиваем нашего монстра уже вовнутрь бокса и будем им заниматься. Надеюсь, у нас получится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай-давай-давай-давай-давай! Сюда, Рубь, его, сюда! Пришлось повозиться минут, наверное, 30-40. Зад-перед его здесь. Но ничего не поделать. Самое главное, что птичка в клетке. Запустили, друзья, Уральчика тоже. Он стоял уже в районе, наверное, месяцев двух. Классная тачка, Урал? Пушка. Ой, классный, ты красавец. Но мне тоже нравится вот этот звук. Я так уже соскучился по нему. Но не знаю, вот резина вроде как нормальная, но бляха что-то, наверное, ему надо злее что-то брать. Она как бы дорожная, да, ну не знаю. В общем, мы столько сил вложили в эту резину, что я даже не знаю. Больше явно не хочется шиномонтажа. Ну все, сейчас прогреется немножко, поработает. Пусть. А то он стоит уже, бедолага, морозы. И будем выдвигаться домой. Монстр. Леш, иди загони в буханку. Сюда ее поставь, возле Урала. Леша сейчас загонит буханочку, она останется здесь. Ну вот наш монстр. Пусть отходит. Согревается. И будем с ним сражаться. Работы очень много. Но не важно, скоро поедет. И мы посмотрим, как выглядит снизу наш опелек, насколько там все печально. Но самое главное, посмотрим, что там за проблема с вибрацией. Поскольку она идет, сейчас будем разбираться. Что меня пугает и интересует больше всего, это гниль. Так, ну по ржавчине здесь, естественно, есть следы ржавчины. Это нормально. Ну вот, передний мост. Что тут с ним? Не известно. Вот, но выглядит все так, конечно, не очень симпотно. Но, тем не менее. Опа! Смотрите, друзья. Какой-то косяк. Не закреплен шрус. Ого! Это косяк. Ну, не важно, будем разбираться. Давайте дальше посмотрим. Торсионная у нас подвеска. Пороги. Пороги все живые. Абсолютно. Абсолютно живые. Обычно это все сгнившее. Ага, здесь вот что-то. Или варили. Что-то здесь было, да. Ага, вот здесь какую-то латку вставляли. Под водителем. Рама целая. Фильтр бензиновый нужно поменять явно. Задняя часть. Мост. Немножко по сальнику есть нюанс. Так, кардан. Кардан. Вижу новую крестовину. Новый подвесной. Сверху, сверху, сверху какой-то косяк, друзья. Сварка. Сверху сварка. Да, сверху тут что-то приварили. Стопор. Стопор не стал на свое место. И его просто приварили. Вот здесь у нас косяк. Муфта здесь целая. Резиновая. И тоже чуть-чуть сальник. Но вообще незначительно. Масло не очень красивое. Ну что ж, будем разбираться. Вот они, видите, недостатки этого поставки. Постоянного стояния. Торсионная подвеска. Вполне себе надежная пра. Давайте глянем сзади гниль. Задние карманы. Все четко. Абсолютно. Все цело. Кронштейны, рамы, рама, кузов. Все здесь вообще огонек. Сзади что-то красили. Вон вижу красный грунт. Так, рама. Здесь все четко. Защита бака сгнившая. Водительская сторона. Все здесь целое. Все красиво, я вам скажу. Вот это только вот. Некрасиво, конечно. Ну, 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 ну. Вполне себе. Могло бы быть намного хуже. Но я не вижу здесь никакой гнили. Ржавчина, да. А так все, карманчики. Все четко. Да, нормальный аппарат. Колодки еще есть. Слабенькие, но есть. Есть. Так. Ну, что-то нужно думать с карданчиком. Ручник непонятно, как он работает. Но он работает почему-то. Выглядит некрасиво. Я думаю, надо скинуть кардан. И посмотреть, что с ним не то. Либо карданом занимаемся, либо глянем, что там с хабом у нас. Что-то там не то. Нету фиксатора, скорее всего. По пакете стрёмное такое крепление. Какое-то непонятное. Новенькая шаровая опора. Здесь никакой гнили. Защиты все стоят. Ну, в целом, более-менее. В целом, друзья, более-менее. Вполне нормальный аппарат. Давайте снимем сейчас хаб. Посмотрим, что там творится. А хабов здесь нету. Вот так. Сюрприз в иллюминаторе. Сюрприз в иллюминаторе. Сюрприз в иллюминаторе. Нас ждет. Это уже ступичный подшипник. Поэтому здесь и шрус ездил. Видите, нету сердцевины хаба и нету стопора, соответственно. Вот такая ситуация. Фактически нам нужен хаб. Вот 17 здесь шлицов я насчитал по кругу. Будем искать. Вот такие новости, друзья. Так, ну хорошо. Сегодня нам должна приехать резина наконец-таки. Поэтому, наверное, мы не будем спешить ставить колеса. Да, будем ждать резину. Займемся карданом. Друзья, разобрал пассажирскую сторону. Здесь такая же шляпа. Просто вынуты вот эти сердечники из муфты. Такая же беда. Что с этим делать, пока я не знаю. Ну, наверное, нужно будет покупать хабы. Другого варианта нет. Поданкратил я заднее водительское колесо. Друзья, начинаю вращать. У нас получается очень большой провал. Именно там, где вот грузик закреплен. Вот пошел провал, видите? Вот. Огромный-огромный провал. Потом он возвращается на ноль. Возле груза, видите? Ноль. Потом пошла ямина. Вот она. И эта ямина как раз выходит напротив заваренной чашки. Кардан смещен вот чуть-чуть сюда. Почему это? Я не знаю. Сейчас, наверное, я разберу его. Кардан раскручу и попробую посмотреть, в чем там причина. Это стрёмная тема, потому что крестовины эти разваливаются всегда. Но посмотрим. Быть может, нам удастся узнать причину. Еще один интересный нюанс. Это у нас мост, видимо, с предтягом. Потому что, ну, реально чувствуется, что он тяжело крутится. И при этом я слышу, как полуось там тоже хочет вращаться. Возможно, это наш мост именно с какой-то блокировкой LSD. Ну, посмотрим, как он будет вести себя на бездорожье. Напишите, если вы специалисты по фронтерам, бывают ли у них мосты с преднатягом. С таким. Ну, а я скидываю кардан сейчас. Болтики вот эти и там расшплинтую его. Система кардана здесь, как у газели. Центральный болт, который постоянно вываливается в газелях. И подвесной. Тоже очень похожий на газелевский. Сейчас снимем эту всю конструкцию и посмотрим, что мы можем сделать. Выкручиваем центральный болт. И у нас вот эта часть кардана сейчас должна сняться, по идее. Но сначала нужно открутить его сзади. Потому что у нас шлицов здесь нет. Плотно сидит, это хорошо. Ну-ка, блин, а! Фух! Стремная тема. Наверное, надо откручивать всю ее. Так, сзади болты открутил. Снимаем. Легко он снялся. Что-то достаточно. Пошли на улицу. Сделал болгаркой надпилы, вот такие вот. И сейчас попробую зубильцем их ссекать, эти капки, сварки. Бил я, бил, друзья. Ни фига, взял. Просто молотком выбил чашку. И стопор улетел куда-то в бездну. Но иголки все на месте. Я думал, может быть, иголка упала. Нет. Иголочки на месте. Бывает, иголка вот так упадет. И ты бьешь, бьешь до потери пульса, блин. Ну, скорее всего, причина здесь все-таки в том, что немножко подогнута чашка. Сама вот эта вот дуга. Вытащил крестовину. С чем этапом мы замерим ее толщину, ширину. Не знаю, как здесь правильно. И она у нас выходит ровно 75. Ровно 75. Не больше, не меньше. И вот я уверен, что если я замерю расстояние между кольцами, оно там будет явно не 75. Ну, вот так. Ну, что, 73 и 2, друзья. Ну, вам не будет видно. 73 и 2. То есть, да, я, допустим, возьму еще вариант здесь. Чуть-чуть топора раздвинуться. Ну, до 75, и это будет очень сложно. Сейчас забьем в угол, сколько крестовина опелевская. Такая, Лена. Зажал я наш кардан, станок. И что удивительно, вот здесь биения нету. Так, то бишь сюда подвожу к кардану. Вообще четенько там. Ну, буквально там чуть-чуть. А здесь, вот, если смотреть, так, допустим. О, минимальное касание, так. А здесь буквально, блин, где-то 2 миллиметра у нас. Вот, мини-касание. А здесь зазор, блин, ну, в районе миллиметра, как раз нам не хватает, которого нам не хватает. То есть, что я думаю? Скорее всего, вот это ухо у нас как раз таки и подогнуто вовнутрь. Вот именно оно и подогнуто вовнутрь. Сейчас, наверное, я его попытаюсь вернуть обратно. Не знаю, что с этого выйдет, но думаю, должно бы получиться. Друзья, вот таким способом попытаемся выровнять наш кардан. Ни в коем случае не повторяйте. Это опасно. Но варианта у нас нет. Либо ехать за другим карданом, либо все-таки попытаться восстановить этот. Бьем молоток по молотку, поэтому будет взрыв. Будьте осторожны. Слабый удар, еще хочется. Это мимо удар. Вот этот пойдет на станок. Установил все на станок и чудо, друзья! Просто идеально, смотрите. Чувствуете, здесь чуть-чуть касается? Чуть-чуть совсем. И здесь. Чуть-чуть-чуть. И здесь. Чуть-чуть-чуть. Ну вот сейчас я уверен, что должно быть все нормально. А еще я не замерил внутренний размер. Да, стопора нету. Конечно, тут не точно все это дело. Ну, я вижу вот такой размер примерно. 74. Все равно 74. Это плохо. Заводской я посмотрел в гугле, вроде бы 74.6. Ну вот, нужно стопорок вставить, тогда будет более понятно. Ну вот, точил я вот так выглядят стопора. Они теперь по миллиметру. И мы тем самым выигрываем, так они были полтора миллиметра, а сейчас по миллиметру. И мы выиграем вот эти вот нам необходимые. Миллиметр чуть меньше. Ну, примерно. Я думаю, сейчас мы все это поставим плотненько. И будет работать. Друзья, хорошая новость. Приехали нам колесики на фронтеру. Колеса бомбические. Честно вам скажу, вот мне очень нравится. За такие деньги. Резина, значит, Сайлун. Сайлун, китайская. Ice Blazer Arctic. Размерность 245 на 70 ТР16. Стоимость 235 белорусских рублей удалось купить. Со скидками, там, учитывая, что мы брали до этого на автобуса туда резину. То есть, ну, резина вот по именно протектору копия SG-6, SG-8. Вот такого подобия протектор. Вообще, мне очень нравится. Сейчас будем вставлять потихоньку. Вот там я не могу открутить одну гайку на заднем колесе. К сожалению, и не знаю, что с этим делать, блин. Вот такой у нас косяк, парни. Обрезал уже все, обрезал грани уже все и сломал три головки на 19. Такие новости. Ну, сейчас, наверное, придется зубилам там что-то мудрить. Параллельно проверяю колодки. Здесь с колодками все в норме у нас. Где-то 70% еще есть. По ржавчине рамы можете смотреть. Вообще огонек, я считаю. Для Opel'я и для такого года все полностью целое. Мне кажется, вообще огонь. Крепление моста у него необычное, как у фуры. Сверху рычаг такой прикручен к редуктору. Ну, вот такие вот пироги. Устанавливаем колесики. Водительская сторона. Тоже никакой гнили я не вижу. Новые опоры стоят сверху. Здесь все целое. Да, есть уже такое, видите, на подходе. Но вполне себе нормально. Колодки. Колодки спереди вообще почти новые. Диски тоже, видите, не выработки, ничего. Болтанки в подшипниках нету. Все, смазка есть. Я думаю, нормально. Вполне нормально. Все, ставим колесико. Обязательно смазываем мавилькой. Кстати, устанавливаю вот эти колпаки. Всегда будьте внимательны. Они крепятся изнутри. Внимание! Изнутри. Пришлось клеить. Вот один, не знаю, выдержит он. Вот, такие новости. Работаем. Дорогие друзья, на улице уже вечер. Очень, очень поздно. Но я все еще вожусь с апельком. Колесики поставил. Так, здесь проблем не возникло. Резина вообще радует меня. Ну, красивая. Красивенькая, очень смотрится классно. Ну, вот с этим задним колесом. Вот с этим я намучился. Вы просто себе не представляете. Одна гайка не открутилась. Залезалась. По кругу срезались грани, но не открутилась. Я сломал три головки ударных, хороших головки. Вот, все, собственно говоря, которые у меня были, я и сломал. Потом взял с набора толстую такую, обточил именно на станке. Тоже ударную. Ну, той вот уже я открутил остальные хотя бы. Ну, и закрутить смог. Вот, а эту гайку пришлось наваривать вокруг. Там, ну, провозился часа два, два с половиной где-то с одной гайкой. Реально вообще была катастрофа. Не снимал уже на нервах весь был. Просто ужас. Вот такая ситуация. Что ж, сейчас наша задача установить кардан с карданом. Тоже, вот сейчас я уже закончил. Сейчас покажу. Обточил я стопора. Обточил стопора где-то по миллиметру их сделал. Ну, 0,5 снял. И стал наш кардан. Стал стопора. Все как надо. Друзья, крестовина китайская. Соответственно, она чуть-чуть шире. И все, и стопор не вставить. Поэтому, ну, такой выход. Решение, я думаю, нормальное. Выдержит она. Ну, чуть надо посматривать, конечно. Но, я думаю, должны выдержать. Миллиметровый или полтора метра. Ничего страшного. Самое главное, что плотненько стало. Все красиво. Сейчас закидываю кардан. Выйдем, посмотрим. Проверим вибрацию. Надеюсь, нам повезет. Друзья, мы уже движемся домой. У меня две новости. Одна хорошая, одна не очень. Хорошая новость в том, что мы победили вибрацию. Сейчас я еду. Есть, ну, буквально меленько-меленько. Ну, возможно, это все связано с тем, что все-таки машина уже не новая. И, ну, вибрации быть, как ни крути. Но я не хочу сказать, что это вибрация. Ну, вообще нормально все. Вот это вот расстояние, которое мы убрали, действительно было явно вот этим самым биением таким, которое, ну, реально мешало ехать. Сейчас я еду спокойненько. Тех же 70. Здесь это раньше на 70 вообще невозможно было ехать. Ну, и сейчас, как видите, нормально все. Вот. Ну, а не очень новость. То, что он почему-то сожрал очень много топлива. Я не знаю. Мы будем разбираться. Обслужим здесь. Поменяем ему фильтра. Поменяем маслица. Я думаю, все будет получше. Сейчас он, как бы, даже есть немножко, вот, как Леша говорит, душится чуть-чуть. Ну, возможно, это с этим связано. Но спасибо, что были с нами. Следите за нами дальше. Для этого вам нужно нажать кнопку подписаться. Ну, а я с вами прощаюсь. Всем всего самого только наилучшего. Ну, и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok